Как убедить другого в своей точке зрения? Спорить бесполезно. Даже вредно, потому что это только разозлит другого человека и лишит его желания продолжать с вами общение. И, конечно, он останется при своем мнении. Как же быть? Используйте простой и очень эффективный прием. Аргументация с помощью авторитетного мнения или еще другими словами ссылка на авторитет. Как это работает? Предположим, вы общаетесь с кем-то на тему, на которую у вас с собеседником противоположные точки зрения. При этом вы считаете, что ваше мнение верное, а другой человек заблуждается. Говорить ему об этом прямо нет смысла. Лучше приведите в пример слова людей, какую-нибудь цитату людей, которые считаются авторитетом. Например, ученых, предпринимателей, известных писателей и так далее. Более того, вам не надо прямо говорить о том, что вы думаете. Вам не надо давать лишний повод для спора. Гораздо эффективнее сказать о своей точке зрения словами или цитатой других людей. Этот прием очень хорошо работает, потому что вы обращаетесь к мыслям тех, кому прислушиваются. То есть вам не нужно доказывать компетентность того, кто это сказал. Это принимается как аксиома. Это очень простой прием, но эффективность его невероятна. Обратите внимание, как этот прием используют СМИ. Для подтверждения какого-то факта они обязательно приводят мнение эксперта. И эти два-три слова или какая-то цитата придают особый вес к всему, что было сказано. Именно потому, что это так действенно, к авторитетному мнению обращаются, когда хотят достичь максимальной эффективности. И это очень часто используется для манипуляции общественным мнением. Поэтому вам нужно не только научиться использовать этот прием для того, чтобы достичь своих порядочных целей, но и для того, чтобы исключить возможность манипулировать вашим мнением.